Всем здравствуйте! С вами на связи Леня Манациаду. Я приветствую вас на своем канале. Уже, наверное, традиционно, да, за последний месяц, когда вы видите мои руки. Я надеюсь всей своей душе, что это будет мой последний ролик, в котором буду только я и мои руки. Тема сегодняшнего расклада звучит следующим образом. Как научиться слышать себя? Я могу сказать, что слышим-то мы себя абсолютно все. Второй вопрос, делаем ли мы что-либо, исходя из того, что мы услышали. Потому что вот это вот слушание, да, то есть в том формате, в котором предлагался данный расклад, я так могу подозревать, что имелась в виду наша интуиция. Интуиция, она есть у всех, это прирожденная, это врожденная, но не все на нее опираются, не все понимают, как она работает, не все, наверное, знают, как различать, где есть голос нашей собственной интуиции, а где есть голос нашего ума. И вот сегодня у нас в раскладе будет по три вопроса, мы посмотрим, умеете ли вы слышать себя, да, если нету, что мешает, что поможет. Пока вот эти вот три вопросы я запланировала, но исходя из самого расклада, мы посмотрим, может быть понадобятся еще какие-то вопросы, мы обязательно с вами их рассмотрим. У нас будет три позиции, да, как обычно. Вот, и посмотрим, что же нам покажет сегодняшний расклад. Использую таро шамана и оракульной колоды. Ну и давайте приступим. Итак, позиция номер один, позиция номер два и позиция номер три. Так, пока вы выбираете, буквально несколько секунд, я хочу поблагодарить Ирину за то, что в одном из своих прошлых раскладов я попросила вас, чтобы вы дали мне обратную связь о том, насколько вы ощущаете перемены в моей энергии, то есть мне всегда нужна обратная связь для того, чтобы понимать те трансформации, которые происходят, насколько они проявляются во внешнем мире. Ну, то есть внутри себя-то я понимаю, что у меня происходит, да, над чем я работаю, какие перемены, а во вне, как это транслируется, я не всегда могу это понимать. Вот, я хочу поблагодарить Ирину за то, что, за ее комментарии, за то, что она написала, что действительно ощущаются некие такие перемены в энергетике, достаточно мягкие, более такие спокойные, фоновые, женственные. Меня это порадовало. Поэтому, если кто-то из вас захочет тоже написать обратную связь о том, как вы чисто энергетически ощущаете и воспринимаете меня, вот, по крайней мере, за тот период, когда я делаю расклады, где есть только мои руки. Мне это важно, когда, самое интересное, когда я в жизни прошу обратную связь, как правило, редко кто ее дает. Но вот, когда, как говорится, непрошенный гость, да, когда не просишь, всегда люди считают, что, ну, здорово было бы, чтобы я услышала их мнение. Ну, это так, к размышлению. Специально дала время на подумать. Отодвигаем эти две позиции. На подумать, на выбор, да, позиции. Так, и мы с вами приступаем. Позиция номер один. Умеете ли вы слышать себя? Что нам скажут карты? Умеете ли вы слышать себя? Здесь такая позиция, знаете, достаточно переменчивая. Дело в том, что умение слышать себя предполагает фокусировку на своем внутреннем каком-то состоянии, да, то есть на глубину, на внутрь себя, когда наш взор обращен, чтобы услышать, да. А здесь дело в том, что вы нацелены как-то вот на внешний мир. То есть здесь позиция, которая говорит о людях, привыкших идти к целям, да, люди, которые находятся постоянно в неком таком движении, да. Это не значит, что вы с утра до вечера бегаете, да, либо куда-то уходите. Нет, здесь вот именно состояние такое достаточно подвижное. И здесь присутствует ощущение скорости, да, некой такой нацеленности и желание достигать, да, желание получать. И то есть здесь энергия, она нацелена больше на внешний мир, нежели на внутренний. Безусловно, если вы поставите себе цель обращать периодически свой взор внутрь себя, чтобы слышать, туда вы добьетесь. Почему? Потому что вы целеустремленный человек. Человек, который достаточно амбициозный, ставит себе какой-то, знаете, вот вектор направления, и вы идете к нему достаточно так жестко и сфокусировано. Но дело в том, что это все вовне, а не вовнутрь. Поэтому, отвечая на вопрос, умеете ли вы слышать себя, если вы поставите эту цель, туда вы добьетесь, и вы можете очень хорошо развить в себе эти способности, потому что вы достаточно трудолюбивый, да, вы любознательный человек, который может получить любой свой результат, вы умеете достигать, да, вы достигаторы. И, ну, вам нужно понять, для чего вам это. То есть, если вы поставите цель, туда однозначно вы добьетесь этого результата. Вы будете уметь слышать себя. На данный момент здесь такое ощущение, что вам просто это не нужно, да, это где-то есть в потенциале, в спящем состоянии, да, либо в таком спокойном, я не могу сказать, что прям вот не развито. Нет, просто здесь ощущение, что это вам не совсем нужно, потому что вы привыкли опираться больше на ум, на какие-то вот, знаете, скорее наблюдения во внешнем мире, да, какие-то вот такие вот причинно-следственные связи, когда вы наблюдаете больше за поступками других людей, да. Не обращайте внимания на слова, но вот здесь вот очень важно некое такое движение. Не на созидание направлены вы, а не на созерцание, прошу прощения, а скорее больше на движение, вот именно на некий такой результат нацелены. Здесь вот такое ощущение, что вы достаточно переменчивый человек, да, то есть, возможно, сейчас находитесь в той стадии, когда вам хочется как-то двигаться вперед, да, вам не столь важно находиться в моменте каких-то раскопок, да, самого себя, да, что-то там анализировать, нет. Почему? Потому что как-то вот, возможно, вот это вот самокопание, да, когда вы фокусируетесь на себе, да, на каких-то моментах, когда ваш голос вам что-то внутри вас говорит, здесь такое ощущение, что это вас немножко пугает, да, здесь, возможно, есть такое ощущение, что, может быть, вы даже и пугаетесь, боитесь, вот развивать это качество, это умение, да, потому что развив его, вы потом должны, в кавычках, будете соответствовать, да, то есть вот если вы услышали как-то свой внутренний голос, да, свое интуитие, нам сказать, надо сделать так, и вам нужно будет сделать так, и тогда возникает не столь необходимость опираться на ум, а вот этого вот вы не хотите потерять, да, то есть здесь вот ум, он достаточно силен, потому что вы его взращивали долгие годы, и здесь ощущение того, что если вы будете опираться на интуицию, а что же тогда с вашим умом, куда его применить, ведь это ваша самая сильная сторона, как вы считаете, и вот здесь вот возникают вот эти вот некие такие противоречия, непонимания, которые вас выводят, ну, приносят вам какое-то неудобство, да, дискомфорт, и вы пока не готовы к этому в контексте, что у вас пока нету понимания, а зачем вам это нужно, вы как будто бы этого не совсем хотите. Что касается вот вашей нацеленности, да, если этот навык, это умение будет давать вам какое-то вот такое гармоничное взаимодействие с другими людьми, то, да, вы хотели бы, ну, вот, развить это умение, да, слышать себя, но, опять-таки, возникает здесь ощущение, что роль первой скрипки вы хотели бы отводить самому, либо самой себе. Здесь просто есть какие-то лидерские качества, и вот ощущение того, что, если вы будете прислушиваться к своей интуиции, такое ощущение, что вот вы как будто бы поменяете свой характер, вам кажется, что вы будете более мягче, и не сможете быть тем победителем, не сможете быть на коне, как вы есть сейчас, понимаете? То есть вот здесь вот проигрывается какой-то такой сценарий вашего восприятия самого себя, что именно поэтому вы считаете, что вам не совсем-то нужно, то есть как будто бы это не принесет вам те благ, которые приносят вам ваш ум. Вот достаточно здесь такая немножечко эгоистичная позиция, вот страх немножко потерять проявление себя в социуме в каких-то определенных ролях, то есть вы как будто бы боитесь снять какую-то маску, которая для вас очень важна, и потерять ее. Интересно, да? 50 карт. Первые позиции, по-моему, в прошлом раскладе, либо в позапрошлом я вытаскивала негативный сценарий, выходил тот же самый. Сценарий жадности, эмоциональной жадности. Вот здесь вот это еще, знаете, проходит какая-то некая такая защита, которую вы выставляете себя, вы защищаетесь от того, закрываете вот эти вот способности. Не зря я сказала, что они есть, но они как будто бы не в спящем таком, в бездейственном, да, не в спящем, а в бездейственном состоянии находятся, потому что здесь, знаете, еще что происходит? Когда вы начнете слышать себя, у вас будет вот развиваться качества, такие как, не знаете, сверхчувствительность. То есть умение слышать себя – это проявление своей собственной интуиции, и оно влечет за собой весь этот чувствительный спектр, который вы в себе закрываете, потому что здесь есть болезненный опыт, и каждый раз, когда вы открываетесь эмоционально, то есть начинаете что-то чувствовать, вам это, ну, приносит какую-то боль. И, но связь вот этой вот вашей интуиции и этого болезненного опыта в том-то и присутствует, что открывая одно, вы открываете и другое. То есть когда вы начинаете слышать свою интуицию, включаете ее, то вы вместе с этим включаете и открываете, выпускаете все свои эмоции, вот эти вот болезненные, которые были в прошлом, да, а поскольку они вам неприятны, вы их не хотите ощущать, вы их не хотите слушать, вы закрываете эти свои эмоции и одновременно закрываете вот доступ к своей интуиции и опираетесь на ум, на логику и говорите, а так и будет лучше, да, то есть здесь понятнее, здесь, ну, как бы безопаснее, да, это мне не приносит боль, вот такая вот некая холодность. Как-то так неожиданно я сама перетекла к вопросу, да, а что вам мешает слышать себя. Ну вот я уже рассказала об эмоциях, но давайте я еще посмотрю, что же вам мешает, что еще, кроме того, что вот эти вот эмоции всплывают болезненные. Что мешает? Мешает вот такая вот красивая, очень прекрасная двойка кристаллов, двойка кубков, да, которая говорит о том, что вот здесь вот партнер, он полностью доверился партнерше, да, вот, и вот эти вот кристаллы, которые женщина вложит на тело своего партнера, да, в таком вот спиральвидном формате, да, она это делает, то есть он ей доверяет, и она его исцеляет. Поэтому я могу предположить, что здесь мешает вам как раз-таки вопрос доверия, что вы как будто бы, ну вот здесь вот нарушено доверие самому себе в первую очередь, да, вот этот вот страх потери, потери себя в какой-то степени, и вот это вот вам мешает, вам от этого нужно исцелиться, да, высвободить. Есть здесь вот какая-то такая момент тайны, но он, знаете, с чем связано вот исцеление ваше, оно связано с тем, что как только вы, если захотите это сделать, да, у вас откроются еще дополнительные способности, и вот здесь вот вам как-то нужно будет прийти к некому такому балансу, когда это случится, да, между тем, чтобы быть в действии, как-то вот сбалансировать вот эту вот вашу активную часть, да, и пассивную, а на данный момент вам важна вот эта ваша активность, да, то есть вот на данном этапе, на котором вы находитесь, это не связано с карантином, это вот с вашим внутренним ощущением, что я пока хочу познавать этот мир, да, я пока хочу двигаться, и пока для меня важна опора на те знания, на те умения, то есть ваше восприятие мира, оно пока логичное, то есть оно пока основывается на неких убеждениях, оно пока основывается на неких таких сценариях, к которым вы привыкли, которые вам известны, и открывать в себе вот этот вот новый мир, когда вы будете опираться на более такие тонкие материи, когда вы взаимодействуете с миром на уровне ощущений, на уровне состояний, когда есть очень много неизвестного, пока это включает в вас некий страх, потому что вы привыкли опираться на как-то вот на внешний мир, да, на то, что вы видите, на то, что вы знаете, а здесь шаг в неизвестность должен быть, то есть когда вы каждый день опираетесь на свой некий внутренний зов, внутренний голос, который невозможно не ощутить, который невозможно потрогать, он основан полностью на доверии, на доверии к тем законам, который, ну, вот визуально, да, как-то воспринять невозможно, то есть невозможно увидеть как-то энергию, да, невозможно увидеть информацию, невозможно увидеть состояние, и этому либо доверяешься, и идёшь в это, и живёшь по этому, либо нет, и здесь пока ещё нету баланса, здесь такое ощущение, что как будто бы ещё не до конца вы изучили вот этот материальный мир, да, физический, чтобы сказать, что, окей, я познал достаточно, а теперь я могу шагнуть в иной мир, да, мир без ума, вот так, да, мир, в котором я могу сойти с ума, да, то есть не сумасшедшествие, а именно сойти, не опираться на свой ум, и поэтому вы интуитивно, опять-таки, вы это всё ощущаете, и вы знаете, что рано или поздно это надо будет пройти, это ваш путь, это ваш этап, но насколько это будет поздно, это будет ваш выбор, что же вам поможет в этом, да, что же всё-таки поможет, если вы примете решение, что я хочу раскрыть это, я хочу познать это, что же вам поможет? Знаете, здесь такие энергии идут, прежде чем я выложу карты, у меня такое ощущение, что вот мне хочется замедляться, да, мне хочется говорить всё медленнее, всё спокойнее, это не тянущая, не тягомотина, не такая вязкая энергия, а это достаточно такая спокойная фоновая энергия, которой, возможно, в будущем вы придёте, если захотите раскрыть и познать вот этот вот мир, то есть здесь, понимаете, здесь дело в том, что это ваш выбор, да, вы можете это вообще не выбрать в этой жизни, в этом воплощении, и, ну, это будет ваше право, да, вам это может быть и не нужно, то есть вы и без этого можете жить прекрасно. Хорошо, что же вам поможет услышать? Вот, как я говорила про время, посмотрите, оракул сразу показывает часы. Здесь дело времени, да, то есть поможет вам как-то сонастроиться со временем. Это знаете о чём? Это в том, когда вы ощутите как-то вот внутри себя, что пришло время. Здесь должен быть такой момент, какая-то ситуация, какой-то некий такой инсайт, когда вы почувствуете, что вот пришло время, теперь жить иначе. Вы этого, не то, что вы должны, а вы этого захотите, то есть ваше внутреннее желание поможет вам. Это желание, оно будет выражаться как осознание того, что когда я иду к достижению своих каких-то целей, я прикладываю очень много усилий, да, мне для этого нужно много ресурсов, и вот когда вы устанете от того, что вы вкладываете ресурсы, ну, то есть для того, чтобы достичь какой-то цели, это забирает у вас очень много времени, энергии, каких-то ресурсов, и вы быстро выматываетесь, да, это вас истощает энергетически. Когда вы перестанете упорствовать, да, а поймёте, что есть иной путь получения того, того, что я хочу, и он достаточно проще, я не говорю, что он легче, а он проще, он более такой доступный в контексте ресурсности, но сложноватый в контексте того, что, чтобы к нему прийти, нужно перестроить самого себя, саму себя. И если, когда вы это вот поймёте, да, что, ну, упорство, оно не всегда может играть в вашу сторону, да, вы достигаете, да, вы преодолеваете, но здесь вот какие-то такие мощные, воинственные энергии, и когда вы для себя определитесь, какие энергии вам нужны, то есть более мягкие, пассивные, женские, да, либо как-то более долгий путь, да, путь с препятствиями, со сложностями, но это ваш выбор, потому что именно через эти препятствия, сложности, вы также узнаёте себя и растёте над самим собой, то есть вы, вам нужен этот опыт, не нужно говорить о том, что вот я не хочу, я отказываюсь от этого, нет, для души важен и этот опыт, но когда вы поймёте, что его достаточно в вашей жизни, и я готов перейти на другой этап, да, на другие знания, на другой перемен, переключиться, знаете, вот время меняем, да, летнее и зимнее, ну, по крайней мере, мы в Греции, в России нет, но мы в Греции, на Украине меняем время, вот когда вот вы научитесь вот переключаться, да, когда вы переключитесь на другую часть и будете её изучать, и в конечном итоге вы потом поймёте, что можно балансировать и то, и другое в зависимости от того, а что мне нужно на данный этап, на данном этапе, что я хочу познать, какие ресурсы я могу использовать, у меня есть ресурс ума, и у меня есть ресурс, как способность, да, как инструмент, интуиция, что мне нужно применять, чем я могу пользоваться, каким инструментом, что ещё вам поможет, ну, вот, прям, всё больше и больше начинаю любить Феникс, всё больше и больше начинаю любить эту оракульную колоду, которую, знаете, как-то вот недооценила я, на самом деле, то есть мне казалось, она какая-то такая лёгкая, ну, типа, детская, но на самом деле достаточно говорящая, лёгкая, она просто лёгкая, видимо, я по своей натуре человек люблю всё усложнять, вот, а это лёгкая, но она очень говорящая, она говорит как раз таки о том, что когда вы, придёт время переродиться, когда вы, знаете, не то, что будет какое-то выгорание, а вы устанете, вы это поймёте от ощущения, что я устала, я устала, я не хочу больше бороться, то есть не нужны мне эти энергии, хочу что-то другое, вот это будет тот знак, тот символ именно перерождения, воскрешения, да, когда вы поймёте, что вот эти вот сирены, они вам больше не нужны, вот эти вот голоса, голоса вашего ума, вот этот вот никому не нужный внутренний диалог, который вас просто отвлекает, да, от, как бы так сказать, который приводит вас к тому, что вы живёте в каком-то вот иллюзорном мире, да, в том, в котором вы хотите играть, только есть один момент, что когда мы играем в электронные игры, потому что это наш выбор, ну, то есть я отдаю себе отчёт в том, что я буду сейчас играть в электронную игру, и эта игра, и моё отношение к ней как к игре, а другое дело, когда вы заигрываетесь, и там, долгое время игра, и приходя от одного левела к другому, да, вы как будто бы воспринимаете эту виртуальность как реальность, и вот, вот, когда вам это надоест играть вот в эту виртуальность, когда вы осознаете, что я играю, да, а в принципе и мне не очень-то хочется, вот ваше отношение должно поменяться, это вот, это вам поможет в том, чтобы услышать себя. Такая вот у нас была первая позиция. вот сюда, да, хочу просто, чтобы видно было в камере, наверное, ладно, не будем париться над идеалом, перфекционизм мой никуда не уходит, а мы с вами переходим к позиции номер два, мне кажется, что в скором будущем вот эти вот все мои комментарии, комментарии, которые в последнее время стали появляться, могут быть кого-то разгрожать, типа уже говори по теме. Вторая позиция, умеете ли вы слышать себя? Вы знаете, здесь такая энергия идет, которая говорит о том, что сказать четко, что вы умеете слышать, либо не умеете, я не могу, потому что здесь достаточно много каких-то вот придуманных вещей, такое ощущение, что вы живете в каком-то фантазийном мире, как будто бы вы убегаете, и дело в том, что вы не только от реальности убегаете, вы убегаете от своих иллюзий, то есть есть иллюзорный мир, в котором мы все живем, есть реальный мир, в который мы периодически входим и выходим оттуда, а у вас есть свой мир, вы как будто бы в своих иллюзиях создали какой-то свой мир, да, в котором вы, оно, знаете, как будто бы как исцеление идет, когда вам не очень нравится та иллюзия, в которой мы все живем, вы придумываете для себя какие-то свои мечты, какие-то свои фантазии, я не могу сказать, что вы сто процентов слышите свою интуицию, но вы придумываете, что вы ее слышите, да, вы придумываете, а как это было бы, если бы, ну, то есть, сколько пользы было бы мне, если бы я умела-умела слушать себя, да, либо свою интуицию, здесь такое, знаете, больше размышления, какие-то мечтания, а как была бы моя жизнь, да, а кем бы я стал, а как бы это все было и развивалось, если бы у меня были эти способности, здесь больше такое, знаете, даже не то, что философское размышление, а какое-то вот такое вот детское, да, когда ребенок сидит и рисует себе тот волшебный мир, когда у него есть друзья, такие как единороги, да, такие как драконы, когда маленький ребенок, если родители расстались, когда он рисует, когда их родители, его родители вместе, они куда-то ходят гулять, вот такое, знаете, что-то придуманное об интуиции, о умении слушать себя, которое вам, вас наполняет, вам в этом хорошо, то есть здесь вы как будто бы дополняете свою жизнь тем, чего вам не хватает, вот эти вот все мечтания, они являются некой такой компенсацией, которые по каким-то причинам на данный момент, это лишь на данный момент, мы не можем иметь, ну, например, на карантине, да, мы не, которых мы хотели бы увидеть, например, физически, да, мы можем общаться визуально, либо наоборот не общаться, но вживую, да, мы не можем увидеть этого человека, и мы начинаем представлять его, а как это будет, как пройдет эта встреча, вот эта вот внутренняя потребность компенсации, она у вас очень ярко проигрывается, то есть ваше образное мышление, да, оно у вас очень хорошо развито, мир визуализации, да, когда вы что-то представляете, он достаточно яркий, вы можете увидеть яркие сны, кстати, да, такие вот именно чистые, красивые, волшебные, возможно, у вас в детстве был очень часто опыт, когда, а сейчас в этой, ну вот, взрослой жизни у вас прослеживаются моменты дежаву, да, либо как что-то померещилось, да, вот мне как будто бы показалось, что я увидел кого-то, если вы, когда вы бываете влюблены, и у вас есть связь с этим человеком, он вам мерещится, вы идете по улице и вам кажется, что кто-то обернулся и он похож на того человека, которого вы хотите видеть, то есть вы умеете создавать вот этот вот очень красивый мыльный пузырь, то есть он не белый прозрачный, а он с разными оттенками, и это вам приносит удовольствие, есть такое ощущение, что вам не хватает этой радости, это вот это вы знаете состояние мне хорошо, какого-то такого, знаете, волшебного джина, который выходит из своей лампы и исполняет ваши желания, и вот вы сами исполняете свои желания вот в этих вот фантазиях, грезах, да, и это для вас нормально, и об этом не знает никто, вы никогда никому не говорили об этом, но когда мир не тот, каким вы хотели бы его видеть, да, вот вы уходите вот в ту утопию, которую вы создаете сами себе, здесь такие энергии идут очень, очень красивые, очень яркие, красочные, но это иллюзия, она красивая, да, она прекрасна, но она ваша, и сказать в том, что разрушайте ее, либо не разрушайте, я не имею права, потому что она компенсирует вас, какое-то ваше состояние души на данный момент, которое вам просто необходимо, да, какие-то вот, знаете, это когда мы готовим обед и иногда хочется добавить каких-то специй, да, для того, чтобы вот заиграла жизнь, да, заиграл вот этот вот весь вкусовой спектр, и вот эти вот специи, которые не достают, да, а у вас нет возможности их сейчас купить, к примеру, для того, чтобы приготовить тот обед, вы готовите то, из чего вы имеете, а в мыслях дополняете вот эти вот специи, и получаете тот вкусный обед, который вам нужен, то есть вот это вот умение соединять как будто бы фантазии и вот эту вот иллюзию, реальность, то есть такой микс, это как это, вот это есть ваш навык, да, это ваша способность, это неплохо, это ваша уникальность, да, я бы так сказала. еще раз прошу, умеете ли вы слышать? Да, вы умеете, но вот здесь вот карта выбора, она по влюбленным, она выпадает не случайно, и рядом карта восьмерка луков, говорящая о том, что где-то вы потеряли себя, вы потеряли ориентиры в этой жизни, и сейчас находите, не случайно я сказала, что это сейчас, не принимайте этот, вот именно двоечки, что так всегда, нет, сейчас какой-то период в вашей жизни очень важный, да, когда вы чувствуете вот эту вот потерянность своего пути, непонимание, что происходит, и вот вот этой вот радости, которая вам недостает, вы ее компенсируете, как я уже говорила ранее, для того, чтобы вот получать удовлетворение, вам необходимо вот это вот удовольствие от жизни сейчас, вам его не хватает, и для того, чтобы как-то вот восстановиться, знаете, сейчас идет по ощущениям, у вас какая-то перенастройка вас, это когда инструмент, он ненастроенный, да, обычно, ну, насколько мне известно, вот в союзное время, когда пианино перевозили, когда люди переезжали с одной квартиры на другую, инструмент, он расстраивался, и потом, я помню, вызывали мастера для того, чтобы настроить именно пианино, вот в вашем случае получилось такое, что вот этот вот переезд, он может быть как в прямом смысле, так и в переносном образном, да, как будто бы вы переехали, перешли из одного состояния в другой, он вас немножко расстроил в контексте организма, здесь почему-то мне кажется, что у вас может быть какие-то перебои гормональные, либо на нервной системе, как-то, знаете, вы можете плакать ни с тобой, ни с сего, вот какой-то, и людей это бесит на самом деле, но только потому, что они вас не понимают, здесь такое ощущение, что вы как будто бы, сейчас скажу, знаете, вы сами не понимаете, что с вами происходит, да, вы не можете разобраться своими эмоциями, и это не в том причина, что кто-то вас обидел, или что-то, а здесь вот именно перестройка вашего организма на какие-то более высокие такие вибрации, более утонченные, что ли, и вот эта вот непонятная грусть, какая-то некая такая меланхолия, которая иногда вам сомнево не совсем нравится, но она не всегда обоснованная, такое ощущение, что вот просто что-то настраивается внутри вас, какие-то вибрации на другую волну, и вот пока этот процесс происходит, да, настройки, вам неплохо от этого, здесь нету боли душевной, да, здесь нету таких переживаний, а здесь есть такая, вот, знаете, непонятное состояние, такое, знаете, вот, несвойственное вам, да, потому что вы по натуре оптимист, но здесь вот как-то говорочка по Фрейду, здесь пессимистические какие-то моменты проходят, и ощущение, что люди вас не понимают, и говорят, что ты ноешь постоянно, здесь вопрос не в том, что вам самым это не нравится, да, это не вы, вы это понимаете, осознаете, но вот сейчас период такой некой потерянности, да, некой, здесь вот прям вот если посмотрите, да, здесь человек, который вот потерял, да, вот он вовремя успел попросить о помощи, и шаман, нашедший его в пути, да, он его ведет обратно к дому, и человек, потерявший себя, он просто передвигает ноги, он не понимает, и это тот период, да, темный, который вас ведут для того, чтобы привести вас домой, где можно будет восстановиться силами, и вот в этот момент вы как будто бы в тумане, в потемках, как будто бы в каком-то такой дымке проходит, вы идете, вы двигаетесь, но вы не понимаете, и вам это не надо, потому что у вас нет сил, ваша задача довериться телу, куда оно вас выведет вместе с этим шаманом, у вас есть помощь, у вас есть как помощь души вашей, да, вот этот вот свет, луч, чайки, так и шамана, то есть и на земле, и в небесах, условно говоря, и этот период он будет временный, я не могу сказать сколько он продлится, но он будет временный, поэтому опять-таки умеете ли вы слышать себя, я бы так сказала, что сейчас вообще вопрос не не об этом, и вот опять семерка бубнов, говорящая о танце, об отдыхе, посмотрите, здесь тоже человек находится где-то в семи птиц, да, семи миров, где-то в своем, в своих каких-то глиозах, в каких-то своих мировах, здесь ответ карты не дают однозначно, умеете ли вы слышите или нет, сейчас вообще не тот период, не об этом, вы сейчас ни голос не слышите своего разума, ни ум, вы ничего сейчас не слышите, вы слышите то, в чем вы сейчас находитесь, а я вам описала ранее, где и в чем вы находитесь, хорошо, что мешает вам сейчас услышать свою интуицию, да, свой голос, что мешает вам сейчас, вот смотрите, вот здесь вот две карты, вам может быть показаться, что нету между ними связи, здесь сценарий бедности, вот так, вот так, бедность написана, а здесь вот вы себя потеряли, казалось бы, какая связь между бедностью и потерей, нет, это не финансовая связь, а это именно потери ориентиров, да, вот это вот бедность вашего восприятия, да, это когда рутина быдни, будни, боже, будни, когда одно и то же и вот эта вот серость, бедность не то, что духовности, да, а именно когда вы растеряли вот эти вот краски своей жизни, помните, я говорила, что здесь энергия, она такая достаточно иллюзорная, но красочная, и вот здесь вот эта вот бедность является сейчас то, что ваши рецепторы, как будто бы вам все приелось, да, и вам не хватает разнообразность, разнообразие, здесь, ой, здесь вот это вот бедность, ай, нос чешется, может кто-то готовит там из вас сейчас, почему-то вот к еде потянуло, здесь такое ощущение, что вот вам не хватает каких-то новых раздражителей в контексте, ну вот, когда вы знаете, что вы купили вот эту вот свечку, например, да, и она пахнет сиренью, да, и каждый день один и тот же запах, один и тот же запах он приедается, и хочется уже какого-то другого, да, запаха, рост, например, да, свежей воды, соли, море, неважно чего, вот, и вот здесь вот у вас, вот это вот вам мешает сейчас, да, некий, некий такой выход, то есть это то, что поможет вам выйти из вашего состояния вот этой вот потерянности души, новое, нечто новое, но не в действиях, а какие-то новые восприятия, да, новые звуки услышать, новые запахи попробовать, вкусовые, вкусовые какие-то моменты, то есть новые фрукты, которые вы ранее не пробовали, вот здесь, знаете, вот эта вот новизна через восприятие мира, да, какие-то, может быть, одежду другой, другой, консистенции, консистенции, если, я извиняюсь, неправильное слово произнесла, вы меня поняли, то есть материал, если раньше он был, например, какой-то искусственный, может быть, вам хочется что-то такого мягкого, приятного к телу, да, вот, достаточно, я даже не знаю, знаете, как пуховой платок, вот он такой вот мягкий, да, он может быть где-то, ну, вызывать раздражение, да, чешется, но вот, вот что-то такого мягкого, каких-то таких прикасаний, да, вот вам вот этого не хватает сейчас, вы бедны, на это, на новые восприятия, на новые раздражители, через свои собственные вот эти вот рецепторы, и, потому что, голос-то ваш, ваша интуиция, она с вами разговаривает, но она, он сливается с тем состоянием, в котором вы сейчас находитесь, и вы не можете различить, да, вы не можете увидеть, у вас все в один ряд, да, и котлеты, и мухи, и так далее, и так далее, вот здесь вот, вот это вот вам, мешает, хорошо, что же вам поможет услышать себя, именно в момент здесь и сейчас, наверное, я теперь буду часто об этом говорить, вот именно на этот период, пока вы смотрите, потому что, меняя свое состояние, наше будущее меняется, то есть оно пластично, а если через там неделю, через две, вы поменяете, вот то, что я вам сказала, у вас поменяется, вот это вот умение слушать себя, или нет, то есть я описываю все на момент здесь и сейчас, что вам поможет услышать себя, смотрите, карта влюбленных, причем очень интересное пересечение, что вот здесь вот, вот вторых шаманов, аркан влюбленных, да, выбора, мы видим мужчину и женщину, и очень ярко и красочно змея связывает их руки, да, то есть это некая такая привязка, да, то есть то, с чем вы, чем вы повязаны сейчас, на момент здесь и сейчас, то есть вас что-то связывает, да, что-то не дает вот вздохнуть, как-то вот высвободиться, да, но что вам поможет, а вам поможет здесь также карта влюбленных, да, то есть в оракул, только в шамана, здесь она в данном контексте играла как выбор, а здесь вот непосредственно уже карта, говорящая о влюбленности, то есть вам не хватает как раз-таки вот этой вот легкости танца, да, которая есть здесь, вот на этом аркане, семерке бубнов, да, семерке педаклей в обычной колоде, втором классической, то есть вам не хватает вот этого вот состояния, некой влюбленности, да, некой такой легкости, почему? Потому что когда находитесь в состоянии влюбленности, ваша нервная система, она перегружается, да, восприятиями, и она становится восприимчивая, понимаете, то есть здесь вы же ранее, вы не воспринимаете, вы не в том состоянии восприимчивости, то в момент влюбленности вы восприимчивы ко всему, да, к каждому знаку, к каждому жесту, в момент влюбленности, если вам написать смс, вы будете обращать внимание на смайлики, какой смайлик, в какое время послана смс, сколько в нем слов, какие знаки пропитания, то есть вот эта вот восприимчивость, да, готовность принять те сигналы, которые мне необходимы, и вот это вот вам поможет, вот это вот состояние, да, применятие этих сигналов. Здесь была карта, которая называется «Покой», но мне кажется, что если бы я работала на перевернутых арканах, да, эта карта бы была перевернутая, потому что вам не нужно сейчас успокоения, да, наоборот, я бы сказала, выйти из того заточения, да, той связки, помните, о котором я говорила в шестерке, во влюбленных, выйти из того состояния, что вас связывает, наоборот, выйти из привычного, из тех ограничений, из тех покоя, да, смотрите, как красивая карта гнезда, птенец, который вылупился, готовый к новой жизни, вот вам вот это вот состояние как раз таки и нужно, видите, выйти из этого, из спокойного состояния ограничивающего, родиться, родиться, то есть открыться, да, открыться именно вот этому состоянию, если вы захотите, да, и пуститься в новое, пуститься в это путешествие, то есть здесь вам нужно, когда вы будете готовы, когда вы этого захотите, вам нужно будет влюбиться, влюбиться в жизнь, не в человека, а влюбиться в жизнь и быть вот в этом состоянии, когда вы на чеку, Но в хорошем состоянии начеку, когда вы прислушиваетесь ко всему, вот это запустит ваш процесс восприятия знаков и символов вовне и внутреннем восприятия и умения слышать себя. Я вот прям влюбленных вам сверху и оставлю. Это была вторая позиция. И мы переходим к позиции номер три. Умеете ли вы слышать себя? Здесь я больше склоняюсь к тому, что да, нежели нет. Паш Бубанов это человек, который вступил на этот путь. Это человек, который собирает эту информацию, тот, который уже получил знания от своих наставников, от своих учителей. И он встал на этот путь. Он поверил. Здесь у этого человека есть вера в то, что мне не хватает опыта, но у меня есть знания. У меня есть уже понимание, как работает моя интуиция, как работает мой внутренний голос. Мне нужно только нарабатывать это все. Но здесь, знаете, такая вещь, почему я как-то вначале немножко засомневалась. Если мы говорим о процентном соотношении, то да, это 70 где-то на 30, 70 умеете и 30 нет. Здесь дело в том, что вот как-то вы хотите структурировать вот эти вот знания, которые вы получили. Дело в том, что структурировать состояние, структурировать непознанное, необъемлемое, это как-то, я не исключаю, что возможно это когда-то как-то и возможно в вашей жизни, да, потому что я в принципе вообще уже ничего не исключаю в этой жизни, но на данный момент это кажется как-то не, кажется невозможным. То есть не совсем, даже не то, что невозможным, а не совсем понятным, как можно вот эти состояния структурировать. Скорее всего, вам может быть нужно то, что вы получили вот эти знания, как-то их разложить по полочкам для того, чтобы потом дальше двигаться и практиковать. Да, я бы так сказала, вы умеете, а может быть вы даете какие-то логические объяснения вот этим вот состояниям, да, может быть хотите найти какие-то подтверждения, объяснения, обоснования тому, как это работает. То есть вот как-то сказать, что полностью мы доверяемся и вот этому внутреннему голосу нет, все равно как-то вот хотим, хочется сказать, узаконить это все, да, как-то вот объяснить, как это работает, да, вот здесь вот такое. Да, умеете вы слышать, умеете вы слышать. Но здесь такое ощущение, что вы пользоваться этим не умеете, понимаете? Не умеете пользоваться вот как раз-таки вот по той причине, что вот здесь выпадал император, да, а здесь выпадает пятерка бубнов, говорящая о том, что вот посмотрите, здесь человек, который падает, который теряет абсолютно все, он теряет своего бубна, он теряет этого, кто это здесь, гепард, леопард, не знаю, на своего животного и духи над ним подсмеиваются, да, они говорят о том, что слишком много, ты о себе возомнил, а как теперь, да, то есть когда человек потерял абсолютно все, все, что он знает. И вот здесь вот про это как раз-таки и говорится, что вот вы когда, а что он теряет? Попадает на аркан императора, да, когда император это человек разумный, человек, который ставит рациональный подход к жизни выше своих собственных ощущений и состояний. И вам как-то здесь говорят о том, что вот когда вы потеряете вот этот вот ум, вот этот вот свой рационализм, желание все объяснить, желание все понять головой, как-то структурировать, классифицировать, да, объяснить вот природу какими-то словами, которые, ну, необъяснимы, тогда, тогда, вот именно в те моменты, когда вы можете сойти с ума, ну, не в контексте сумасшедствия, а именно отложить ум в сторонку, да, для другого пользования, использования его, да, вот когда вы это все потеряете, тогда вы сможете шагнуть в новое, тогда вы сможете довериться непосредственно своей душе, да, вы это умеете делать, вы знаете, возможно, вы где-то прошли какое-то здесь ощущение инициации, да, вы прошли какую-то свою инициацию, вы получили эти знания, да, вам дали эти знания, а теперь вы хотите эти знания пробовать, но вы идете от ума, а вам говорят, что как только вы перестанете опираться на эти знания в том контексте, которым вам дали, ну, то есть, допустим, вам сказали, что нужно сделать вот так и вот так, ну, например, медитировать нужно вот так, либо ритуал нужно сделать вот обязательно, чтобы вот, ну, я не знаю, там, стихию воды поставить, например, как-то, я не знаю, где-то на север, стакан с водой, а вы понимаете, что он не идет мне на север, да, интуитивно, вот мне хотелось бы, допустим, поставить на запад, да, потому что на север у меня, я бы поставила благовоние, к примеру, да, либо я поставила стихию воздуха, потому что он холодный, мне так больше идет, но у вас есть правила, в котором вас учили, и вам говорят, убирайте эти правила, они даны вам были для, именно для якого каркаса, да, для какого-то просто вашего понимания, как это все устроено, и пользуйтесь, да, вот этим волшебством, вот этой магией, которая есть у вас, умение слышать себя, не через правила, которые вы получили, знания, а через себя, для этого вам нужно слушать себя, и таким образом вы будете развивать вот это вот слушание, да, то есть здесь карты, идя по часовой стрелке, говорят, что получили знания, инициацию, они даны были вам для того, чтобы от чего-то оттолкнуться, да, опереться от какой-то почвы, но в дальнейшем это все нужно потерять, чтобы найти заново, но не через ум, а через состояние вашей души, потому что здесь, посмотрите, чайка, да, и лодка, которая над городом плывет, ну, то есть это вообще абсурд, абсурд, как так лодка может плыть в небесах, да, но человек здесь прекрасно этим балансирует, потому что он сфокусирован на чайке, он сфокусирован на состоянии своей души, на доверие, на том, что волшебство происходит тогда, когда мы в него верим, и это и есть волшебство, то, когда чудо случается, когда мы не можем головой объяснить, тогда происходит чудо, то, что нам кажется невозможным и нереальным. Отвечаем на вопрос, как подытожить, умеете ли вы слышать, да, умеете, но пока на 70% причину я вам объяснила, да, что вам мешает, давайте еще раз рассмотрим, да, здесь, в принципе, карту дали ответ, но мы посмотрим еще раз, что же вам мешает слышать себя. Выпала карта, которая называется чувствовать себя нелюбимым, который говорит о том, что вы не умеете себя воспринимать. У вас как-то восприятие себя, оно не в контексте единения всех со всеми, а интуиция и умение слышать, это немножечко, как-то так, знаете, это, это некое доверие и жизнь, как бы объяснить понятным языком, это то, как вы взаимодействуете с природой, да, с природой не в контексте деревьев, а в контексте мира, который нас окружает, да, это другие, иные законы, а они основываются на единстве, то есть мы являемся частью чего-то, и часть чего-то является частью нас, да, микрокозмус и мокрокозмус. И вот здесь вот как раз-таки то, как вы чувствуете себя нелюбимым, да, посмотрите на эту карту, которая четко отображает, что все вокруг, они едины, да, они держатся за руки, а я, как непонятно что, в центре внимания, да, вроде бы мир кружится вокруг меня, но на меня никто не обращает внимания, то есть есть я и есть мир, а вместе связки нету, нету единения. Нету этого единения, почему? Потому что вот здесь вот как раз-таки все заключается в императоре, да, все заключается в уме, потому что даже если вы посмотрите на голову у персонажа, у него есть рожки, видите, это отсылка как раз-таки к сущности, да, отсылка к бесам, которые в данный момент выражаются как теневой аспект, как эгоизм, да, как проявление нашего эго, каких-то наших темных сторон. И здесь суть в этом заключается, что когда вы включаете ум и начинаете все оценивать от ума, тогда вы как будто бы работаете на сущности, и тогда вы видите разделение. Но когда вы не работаете от ума, а идете от состояния, тогда у вас возникает ощущение благодарности, что есть по факту единение всего со всеми. И тогда, если вы на одной волне со всеми, вы получаете те знаки, информацию, которая вам нужна, то есть, проще говоря, вы начинаете слышать свою интуицию, потому что вы на одной волне с природой, вы на одной волне с миром, со Вселенной. А когда вы сами себя отключаете от этого потока, включая разум, не разум, а ум, прошу прощения, включаете голову, включаете оценочность, то есть понимание, когда вы разделяете себя, тогда вами управляет уже ум, а это другая волна, это, и тогда происходит разделение, и вы не слышите эти знаки. Вот что вам мешает. Хорошо, что же вам поможет? Что же вам поможет услышать себя? Смотрите, здесь его был оборотень. Оборотень – это тот момент, когда мы как будто бы показываем во внешнем мире не то, что мы есть на самом деле. Мы как будто бы, знаете, защищаемся, да, и в нас проявляется другая природа, вот то, что здесь говорилось ранее. И поможет вам, наоборот, если бы карта была, как я говорила по второй позиции, если бы я смотрела на перевернутых и на прямых картах, скорее всего, вот эта колода, она почему-то так хочет работать, и я, наверное, многие арканы переверну. Если бы это был перевернутый аркан, а он выпадает перевернутый, просто сейчас я его поставила пример, так как не работаю на перевернутых, говорила бы о том, что вам поможет как раз-таки быть собой, не выпячивать и не показывать то, кем вы не являетесь, а наоборот показывать людям то, кем вы есть. Здесь выпал аркан с деревом, и вам поможет как раз-таки, знаете, вот связь такая, некая связь, вот для тех, наверное, это не для всех, но те, кто работает с родом, да, вот какие-то родовые каналы вам помогут, да, либо работа с хрониками, работа с памятью, работа с прошлым. Здесь ещё вам поможет, опять-таки, почему-то для практиков это идёт, да, как-то я скажу, ну ладно, если вы как-то работаете с сущностями, то они должны работать как-то на вас. Какие-то, вот здесь тот момент, когда поможет вам вот ваши теневые стороны, да, вы как будто бы их избегаете, что ли, как будто бы не принимаете. А задача здесь научиться вот вашей интуиции, да, вот в вашем случае, вот эти вот тёмные стороны, да, ваши, когда вы оборачиваетесь, да, когда вы меняетесь, нужно найти неправильное применение, не отказываться от этого, а найти правильное применение вашей оборотной стороны, вот этой вот теневой стороны, вот этого вот вашего ума. Надо найти правильно, когда он будет включаться. В какой момент его включать? Я выпала карта акула, акула. Опять-таки, акула – это сильный враг, да, это хитрость, это вот эти вот, знаете, вот опять-таки вот эти вот теневые стороны, их нужно применять. Знаете, как говорят, вот врага надо знать в лицо. Почему? Потому что, понимая его мотивы, его характер, вы сможете просчитать шаги своего врага и выиграть бой, понимаете? И вот здесь вот ум, он вам поможет как раз-таки не в умении слышать, потому что слышим мы не головой, не умом, а умение вот это вот в дальнейшем как-то отслеживать, что ли, вот эти вот все знаки, символы и правильно их применять. Вот это вот понимание, где и что применить, в этом вам поможет ум. Во всём остальном вам поможет ваше умение слушать. Да, здесь вот этот вот ваш ум, да, о котором я говорила, умение просчитывать, да, умение классифицировать. Здесь выпала карта книги. Она поможет вам получить те знания, которые потом вы видоизменяете для себя. То есть вам поможет слышать в свою интуицию какие-то знания, которые вы можете получить, но не для того, чтобы вот прям дословно их использовать, а для того, чтобы просто расширить свой кругозор и постоянно пробовать что-то новое. Вот что-то узнали, да, сразу пробуйте, но на основе своего, как-то вот подстраивайте под себя, исходя из своего внутреннего голоса. То есть не берите дословно, так вот, знаете, вы читаете книгу, да, и там всё написано, а умейте читать между строк. Вот это и есть применение правильной ума. То есть вы читаете, но читаете между строк, потому что здесь идёт вот эта вот обратная сторона, которую вы применяете. Она очень хорошо, вот эта вот между строк помогает вам ощутить вот суть данной книги, да, то есть считывать энергию того человека, который писал эту книгу, в каком состоянии он писал. Вы это можете чувствовать, но книгу-то вы читаете умом, потому что это набор слов, это набор букв, его нужно пропускать через наше сознание. Вот здесь как-то так, мудрёно достаточно, я надеюсь, объяснила, как смогла, да, вот как шло, так и сказала. Вы уж сами решайте, насколько третья позиция была полезна и понятна, потому что как-то здесь всё так мудрёно пошло в этот раз. Ну, вам виднее, потому что это ваша ситуация, вы её примеряете на себе, на себя, и вам становится понятнее. Мне, к сожалению, не всё, не всегда. Вот такой вот у нас был с вами расклад. Очень хочется верить в том, что расклады стали более полезными, да, стараюсь как-то менять свою энергию, менять свой формат щитки, чтобы не быть постоянной, а именно развиваться. Не знаю, насколько мне нравятся расклады, я так понимаю, что сейчас идёт период адаптации, конформации, потому что я просматриваю статистику, просмотров, лайков и так далее, и так далее, я вижу, что как будто бы люди под меня сейчас адаптируются. Вот, и в последнее время как-то то ли не совсем понятно, то ли аудитория меняется. Ну, в общем, какие-то перемены происходят, да, поэтому, потому что меняюсь я, и в созвучии меняются те, кто меня слышит. Посмотрим на вашу обратную связь, что вы напишите, как у вас будет отыгрываться. А я с вами прощаюсь, до новых раскладов, уже надеюсь с лицом. Пока-пока.